всем привет на канале своими руками ребята мы начали братья захарята с вами мы начали постройку армопояс закончили стены и сразу начинаем армопояс дюймовка на 200 делом размер внутренние доски наружные чуть побольше можно у длинных сторон у этих перемычек нужно все конечно в размер делать что сделали нам нужен армопояс высотой 15 сантиметров то бишь 150 миллиметров соответственно выбрали самую ровную сторону верхнюю от нее по 150 отметили населили шпильки вот такие шпильки с шайбами сверлим навтекали все две уже установили вот этих вот сейчас нужно торцевые пару сделать и спереди собрать пару досок и снизу подшить тут получатся у нас будет как бы типа ростверка так а и и и и и и и и и Продолжение следует... 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Предварительно он мальчну прочности набрал. Прошло 3 дня. Теперь разбираем мы... Теперь разбираем всю опалубку и приступаем к сборке кровли. Сборка кровли будет в следующей серии. Покажем как собираем стропила, как делаем обрешетку, контррейку, размеры, как запиливать все. Будет двухскатная крыша. Обязательно подпишись на канал и не пропусти следующую серию. Армопояс нужен не во всех случаях. По снипам он как бы не всегда обязательен. Если у вас устойчивый грунт и нет сейсмоопасной зоны такой, то армопояс в принципе как бы можно и без него обойтись. Но так как качество блоков у нас не очень-то, я всем все равно рекомендую делать армопояс как дополнительную подстраховку. Армопояс из четырех арматур, сверху две, снизу две, в роли ростверка своего как бы, своего фундамента. Он держит жесткость стен, не дает им углам просадки и также не дает разваливаться зданию в разных стороны. Соответственно, если у вас два-три этажа и более, то армопояс обязательно в четыре нитки нужно делать, как здесь. Если же будет просто для кровли и снять нагрузку с тем, чтобы их в разные стороны не разворачивало, в разные стороны, чтобы не развалило, и также нагрузка от крыши была равна. Тогда можно колхозный вариант, его как такого в строительстве нет, но колхозный вариант в две нитки. Тонкий бетон, полоса будет бетона сантиметров 7 до 10, и в ней две нитки укладываются арматуры. Она просто кольцом держит вверх здание, не дает развязаться. От нагрузок кровли не будет давать разъезжаться. Вот такой момент. Если вы уверены в своем фундаменте, можете армопояс не делать, просто кинуть брус, закрепить на шпильке крепежей. Тоже вариантов дофига есть. И этого будет, в принципе, достаточно. Но нужно будет внимательно сделать крышу, чтобы она не была нагрузок на стены, чтобы у вас не разъехали стены без армопояса. Все, всем пока. Подписываемся на канал, ставим пальцы вверх и обязательно пишем комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok